Всем здрасте! Вы на канале Огорошки Беларусь. Ну что, начало августа. В общем-то, я хожу, осветляю грозди. Начал не сегодня, но сегодня заканчиваю. Значит, одна напасть это грибковое заболевание, вторая напасть пришла это птицы. Начинают клевать синюю ягоду. Вот ромбик окрашивается, и все хожу, только собираю. Не знаю, может сегодня в мешочке один, а то и не попробую. Значит, неделю-полторы назад делал обработку последнюю и думал еще одну сделать, но нет, все прижглось, все остановилось. И у нас тут пару дней назад ураган был, два дня дожди лили. Ну, думал, сейчас опять прихватит, но нет, уже дня два-три пока все тихо. Хотя везде написано, чтобы пошла мельдию, достаточно 2-3 часа непрерывного дождя. То есть, ну, я так думаю, что все-таки моя обработка была полезной. Давайте... Ураган такой был, я был здесь, шматало все так, что думал шпалеру вместе с кустами повырывает. Побежал, делал чеканку, обчеканил опять все под корень до последней проволоки. Ну, тогда парусность хоть какая-то как-то снизилась, иначе думал, повырывает. Так, пойдемте, пройдемте. Ну, прививки, давайте начнем с прививок. Прививки растут, все хорошо, а какие-то только начали расти. Ну, понятно, уже действие бесполезное. Кстати, хотел спросить по поводу воздушных отводков. Кто знает, напишите, ну, когда уже начинать, или вот сколько времени надо, чтобы хоть как-то укоренилось. И еще такой вопрос, если кто знает. Ну, понятно, банку разрезал, как-то там что-то насыпал земли. Надо ли надрезы какие-то делать? Ну, как при укоренении там мы делаем снизу. Ну, кто-то делает, кто-то нет. Да, ну вот, пишите. Потому что я так думаю, что без отводков я не обойдусь, не все успеет вызреть. Может хоть что-то получится укоренить и в следующем году просто высадить. Ну, растет хорошо. Растут где-то по пару веточек я оставил, даже начинает зацветать, я понимаю, бесполезно. Ну, буквально там несколько, ну вот, все обломал, одно крыло оставил, а это еще и не цветет. Ну, где-то зацветает уже. Ну, потом, потом скорее всего удалю. Так, с этой стороны вот эта прививка, ну, уже видите, достала выше, идет выше последней проволоки. Здесь вот, ну, здесь только пошла. Такое. Так, с этой стороны три побега идут, нормально растут. Что-то у меня растет. Это перцовый красный, это альянс и третья. Что там не вижу? А, и пестрый. Ну, вот три. Ну, нормально растут, но вот уже до третьей проволоки что-то переросло, третью проволоку. Ну, надо, вот здесь точно тоже надо будет делать воздушный отводок, потому что не успеет, я думаю, оно за месяц там, ну, сколько, месяц-полтора-два. Ну, только если может какие-то шалашики делать. Ну, вот черные, здесь черный рояль. Стартанул такой, достаточно неплохо. Там днепровский сувенир, но как-то не сильно растет, но он у меня на на своих корнях высажен. Ну, такой, небольшой. А вот что-то торчало-торчало, я смотрю, застрявшее было, но вот только-только начинается рост. Вот два листочка, три вышло и стояло. Вот сейчас смотрю, пошла точка роста. Ну, да, с этого толку вообще не будет. Ну, да, и сейчас хочу высадить два вот этих саженца, пересадить. Ямы подготовлены. Ну, что, они тут нормально растут, то есть там корневая идет, поэтому я думаю, от пересадки, от смены места, я думаю, ничего не произойдет. Ну, с той стороны... А, вот острый пошел расти. Тоже вот видно, нормально стартует. Листья красные, побег толстый, но он только начал расти. Толку не будет с ним. На той стороне он побег пошел, борисфена, ну сколько там, не знаю, ну 30-40 сантиметров. Такой вот побежек. А здесь какая-то форма вот застрявшая стоит, не идет. Ну, это, по-моему, подарок не святая. Да, она у меня есть на своих корнях саженец. Поэтому она мне уже не столь важна. Ну, то есть вот смотрите, что делалось. Покупалось где-то примерно по 4 почки. Ну, где была возможность, там 4 прививал, где было только 3, побега росло для прививки. То прививал 3, а что-то укоренялось. Поэтому не пошло на прививки есть на своих корнях. Так, идем дальше. Ну, вот Хелена. У Хелены 2 побега. 2 прививки пошли в рост. Вот, до 3 проволоки достает. А здесь клубничная. Два побега растут. А вот смотрите, велюр привил, а он только-только начинает расти, видите. Не знаю, он тут три раза отсох, а сейчас начал расти. Но толку не будет, конечно. Так, а это что? Вот квартет. Два побега пошло расти. И видите, оно пошло с одного места. Вот что я говорил. Не надо, и кто делает прививки, если с одного места пошли в рост, пошли две почки, не надо удалять. Куд же под обрезкой, ну, вытянет и два побега. Два побега пошло, я их так и оставил, и они растут. Но их надо обязательно, этот воздушный отводок, делать. Они уже вряд ли успеют вызреть. И, кстати, сейчас август месяц, начинаю делать калийное монофосфатом по листу. Вот пока вегетация идет, так и буду. Начну с 40 грамм, и там каждую неделю плюс 20. Там 40, 60, 80, 100. И так дойду до 120, а может до 140 грамм. Если мельдио какая-то вспышка будет, то буду максимальную дозу делать, 120 грамм. Я пробовал обрабатывать, мельдио прижигает, останавливает. С кустами ничего не происходит, все нормально. Так, ну, толдун пошел в рост. Толдун я даже не чеканю. Его, наверное, с этой стороны лучше снять, чтобы солнце не мешало. Вот где я стою. Вот отсюда. Ну, я не знаю. Толдун уже растет больше 3 метра, может чуть выше. Я его не трогаю. Решил отпустить, пусть растет. С этой стороны красава. Красава. Укоренялась одной почкой. В прошлом году какие-то две тоненькие, вот как спичка, четыре, да, два или четыре побега, вот как спички были. В этом году нормально стал расти. Ну и вот, видите, в прошлый раз поприжигал все. Не знаю, начинается, что-то белесое есть. Ну, все прижглось рыжая. То есть... А, нет, видите, вот эти все-таки дожди и кое-где все равно цепляет. Надо будет... Сейчас калием влуплю, я не знаю, начну, наверное, 60 грамм сразу. Чего страдать? Так, ну вот этот куст перепревался, перепревивался, пошли побеги. Но здесь есть две формы, которые обязательно надо сделать. Вот этот отводок воздушный, потому что они у меня и не укоренились, а только вот по одной почке оставлял, привил, здесь пошли. Поэтому... А что это у меня тут сейчас скажу? Так, это Энергодар. Это Энергодар. И что-то мне еще надо было обязательно сохранить. Это Викон. Это Зоренька. Но она у меня на своих корнях. Вот Энергодар и Басанти. У меня черенки не укоренились, но пошли на прививках. Но надо делать воздушные отводки, потому что они слабо растут. Надо будет попробовать укоренить с воздушными отводками. Так, что еще? По молодым кустам карнавал. Карнавал выбросил сигнальные грозди. Но дубовый, не окрашивается. Но ягода размягчается. Ягода везде, кстати, размягчается. Что цимус уже очень мягкий, алешенкин, ромбик. Но пока и не пробую. Еще ничего не готово. Хотя ромбик пробовал. Такой. Уже вкус есть, но кислота и сахара еще мало. Но подходит. Так, вот черный кристалл. Тут у меня, не знаю, штук 6-7 побегов и такие вот сигнальные огрозочки. Но он дубовый, он еще даже не размягчается и не окрашивается поздний. Так, с этой стороны... А, с этой стороны ливия. Ливия с этой стороны. Ну, ливия размягчается, но еще не красится. Еще зеленая. Но ягода уже мягкая. Так, что дальше? Дальше... Бананас. Бананас или бананас. Тоже выбросил на каждом побеге гроздочки. Ну, такие небольшие. Ягода мягкая, еще не готова. Ну, во всяком случае, будет что попробовать кое-где. Погорошил он. Ну, и не мудрено. Женский цветок. Ну, есть ягода такая нормальная. Есть горох откровенный. Так, почем еще? Так, еще есть молодой кустик гелиадора кишмиша. Выбросил 4 сигналки. Ну, видите, вот после этих трех дней или двух дождей ягода лопается. Ну, кстати, единичные ягоды кое-где лопались. Ну, массового такого треска не было. Ну, кое-где одна ягодка на грозди такой не критично. Ну, вот у гелиадора такая гроздочка. Вот такая и есть. Здесь нормально опыленный такой, достаточно. Ягода крупная. Здесь поменьше. А есть такой откровенный горох. Он просто сплошной горох. Ну, ничего страшного, что попробуем. Так, еще пойдемте. Там пару сигналок есть на молодых кустах. Так, это у меня Каталония. Ну, каких-то хвостик. Какой-то хвостик совсем маленький. Ну, а бы что, даже не попробую. И следующий куст. Еще дал сигналку Валек. Валек вот такая. Две гроздочки небольшие. Но он, конечно, плотный. Его, наверное, надо будет прорезать. Потому что такой, как початок. Ну, и там еще одна небольшая гроздочка. Так, что еще? Ну, а, еще ж пересаживал два кустика. Ну, это вот Виконт. Я показывал, как пересаживал. И он, кстати, он пошел в рост нормально. Хорошо растет. И вот этот Зевс. Ну, тоже слабенько. Слабенький такой, но растет. Во всяком случае, в раз пять увеличился после того, как я пересаживал. Так, ну что. Сейчас я, наверное, пересажу вот эти два саженца. Отвяжу их. Ямы заправленные, они хорошо растут. Поэтому, что их здесь мучить, пересаживаю. Ну, такой сантиметров тридцать, может, сорок вырос. Зеверный морщин. Так. Ой, не сломался. Это кустик Брависима. Посадимся. Как его только сажать. В какую сторону у меня будет расти. Так, ну, яму выкопал. Направление будет туда. То есть, все равно будет на четыре рукава. Чуть-чуть под наклоном, чтобы хотя бы вровень земли было. Сейчас обсыплю ведерко. Ну, после дождей земля прям там хлюпает. Так, сейчас я его выверну и тогда включусь. Вывернул. Смотрите, сколько корней. Конечно, их по-хорошему надо было подрезать. Но боюсь, что ком. О, уже он все сытится. Сейчас его кульнется на еще. Ну, нормально. Ком не развалился. Остал как надо. Все хорошо. Вот он с глиной вперемешку. Так, сейчас она за какую-то палку. Воткнуть, подвязать его. Так, теперь надо подвязать его. Спасибо. Так, ну вот один готов, сейчас пойду еще один принесу. Так, вот еще один, такой более дохлый, в отличие от Брависима. Главное, чтобы не сломался. Ну что, очередная ямка, колышки я приготовил. Вот у этого корней, видите, поменьше, у корней больше и развивается лучше, а у этого поменьше и развитие хуже. А этого придется сажать вот под таким уклоном, и блин, потому что потом я его не укрою, придется в эту сторону его. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...